опять приехали ой карагай лесная сказка самого утра еще подъемники не работают хотим сегодня весь маршрут пройти 6 часовой от ну там значит начнем от лесной сказки потому что мне кажется что с утра солнце освещает то ущелье вечером солнце уже с этой стороны и там будет холодно а уже почти ноябрь вот поэтому с утра сейчас начнем маршрут сегодня день конституции дима лыскуны поэтому странно что пока машин мало еще подъемник не работает с 10 часов вроде бы начать 15 минут осталось и пойдем весь маршрут пройдем поднимемся наверх спустимся в лесную сказку оттуда начнем ой вы караган вот здесь билет продают пятачок называется еще сможет себе кофе куплю врубили музыку на подъемниках наверно скоро будут запускать спросил у кассирши как переводится ой карагай вот но я знал что ой это мысль по-казахски а карагай она говорит что это карагач но карагач я так понимаю это карагаш то есть черное дерево в общем она говорит не знает как все это связать типа мысль дерево что ли но она и не уверена что карагай это карагач это ей так кажется карагай карагач там же все таки карагач да карагач это наверно карагаш черное дерево ну по-русски вяз называется самые первые сели на подъемник вообще чет людей немного я думал праздник же выходной сейчас да я думал сейчас тут очередь будет там мы самые первые сели на подъемник в общем он говорит что в то ущелье где лесная сказка солнце с утра светит поэтому наверно мы оттуда маршрут и начнем и закончим здесь в ой карагай вот если могу шатать одной ногой всего вести всю канатную дорогу в такой резон и все будут кресло я на егоре когда катался так одной лыжей с ногой вводил их всех в резонанс и мы все начинало шататься и подъемник останавливали пересели на подъемник до лесной сказки что-то капает с подъемника вода вот пересели едем тут вот видно что с утра в это ущелье солнце светит то есть будет тепло приятно а после обеда солнце уходит туда за гору здесь становится так прохладно сыро поэтому я думаю правильно мы сделали что начнем отсюда наш маршрут и пойдем по ущелью туда вверх и вечером будем на возвращаться туда на ой карагай и тоже под солнцем получается здесь вот убирают мусор потому что есть свиньи ездят ходят тут гадят видимо сотрудники собирают мусор за свиньями там вон маршрутка отъезжает вот по-моему эта маршрутка сюда ходит вот метро байконыр это в центре то есть там от дворца спорта от центрального стадиона где-то там посадка вот если кому надо сюда доехать то можно на маршрутке как городской как бы автобус ну сказали нам тут просто вверх идти по вот этой значит по курорту сперва потом там будут указатели будет видно где тропа до кабаньево озеро ходим ресторан а каул вот наверно тут юрта самая большая идем дальше миша мы весь день будем идти до вечера идем еще по курорту горный ручей тут разбилка влево и вправо и мы не знаем куда идти там уже и ним покрылся вот эти доски терраса тут так как сделано озеро такой небольшой прудик форель может разводит в общем сказали что надо налево там будет еще налево и направо и там направо да водопадики вот наверное сюда направо вот тут начинается вывеска туристические маршруты туристы к богатар а здесь есть лесенка к ручью тут такой сделан порог туда нам слева от камня наверное правильно что мы сюда пошли вот уже солнце получается переваливается за гору и как раз пока мы здесь идем хоть под солнцем будем отсюда лучше начинать чем оттуда сверху маршрута лесная карусель но это туда но вот я так понимаю это то что нам надо тайминг протяженность 1,2 километра продолжительность для вас получится ну видимо мы можем это оно отсюда начинается сюда же заканчивается нам надо как-то попасть то что идет давай карагай там вон мостик как-то он под обвалился скользко может быть и улетишь в ручей я боюсь я боюсь я пойду смотри он уже тут это обваливается лиза подожди мостик нуждается в ремонте он еще подледенел за ночь скользко перила обвалились здесь сделаны такие из бревен дорожка сделана скользко в общем нам надо быстрее до верха добраться пока тепло относительно там наверху сухо и тепло и солнечно я думаю что мы по правильной тропе идем тут лес еловый мы решили что ой карагай переводится как сила леса но это не точно так и идем по тропе слева ручей тут какие-то стволы деревьев попиленные лежат высоченные ели ну классно вообще такой лес воздух свежий горный осенний тропа видимо сделано давно уже и такая скользко так требует ремонта уже бревна скользкие написано малиновая поляна крутой подъем нам наверно туда переходим через ручей идем на крутой подъем туда тропа направляется туда туда тут подъем крутой веревки натянут вот оттуда мы поднялись только веревка тут есть идем вверх идем вверх но с этой стороны тропа более такая не обустроенная чем со стороны вершины крутой подъем крутой подъем да и ну там тоже где вот камни такие были тоже круто мали мали поляна прямо туда тут корни деревьев здесь вообще лес остановились тут покидим своего сада американка что ли называется или ради лишь дальше указатель медвежий угол в общем идем в медвежий угол надеюсь медведей мы там не встретим идем дальше пока поднимаемся тут папоротники растут такие сосны еле мощные на карелию похоже да туда тропа идет вверх тропа такая вот веревка натянута слева обрыв вот так мы прошли теперь здесь здесь как папоротники как болото сделаны пеньки тоже видимо все это давно уже разрушается надо наступать на бревна там спуск начинается крутой а нам точно на спуск надо больше некуда да нам наверно вот туда наверх надо потом сейчас опять лесную сказку придем не ну вот эти же вот веревки определенно признаки цивилизации тут такой все мелкий ручеек стекает сверху тропа куда-то идет мы не поймем придем ли мы туда на ой карагай глянь какое дерево поваленное глянь шо вышли на такую площадку и здесь обрыв там ручей речка что-то журчит вот оттуда мы пришли сюда тут столик стоит и написано крутой спуск пропасть налево но в пропасть нам не надо идем на крутой спуск даже страшно сейчас нам зачем на спуск мы снизу идем зачем на спуск ну не знаю мне кажется туда надо видишь ты уверена туда тоже нет я не уверена но мне так кажется ой как здесь красивее смотри какие бустые да почему-то указателя нет куда спускаться но я тоже думаю что на спуск это мы обратно в лесную сказку пойдем как как до кабайнего озера добраться ализа думаешь туда там скалы вообще вон вот туда налево такая тропа совсем плохо протоптанная уходит но там не вариант с детьми там коряги какие-то потом я туда прошел ручей и такой как овражек какие-то поваленные елки валяются и наверно потом туда куда-то карабкаются карабкаются наверх но мы туда не пойдем потому что не пройдем просто напросто или туда в обрыв улетим будем спускаться здесь крутой спуск это наверное опять в лесную сказку мы уйдем но что-то мы не нашли нужной тропы которая провела бы нас вот через эту гору туда наверх к верху подъемника здесь веревки есть держаться чтобы и туда вниз крутой спуск идет спускаемся по этому спуску тут корни очень крутой спуск скользят и вниз туда уходит куда-то спустились там столик опять стоит разве мы не здесь ели посмотри ну там где мы ели там указатели да стояли а здесь нет указатель там такие темные были листья синие какие-то черные да и может мы как-то по горе там вот с той стороны обошли в общем тропа идет дальше вот сюда видно спускаемся тоже тут крутой спуск здесь горная речка бежит местами даже иней лежит до сих пор веревка тут упала сюда перешагиваем мишу здесь вот там табличка посмотрим что пишут здесь папоротники лежат папоротник это самое древнее растение на земле они еще динозавров видели поваленное дерево давно уже слева овраг крутой спуск новый крутой спуск пошел и там река камеру камеру вырубаю потому что спуск крутой ну вообще живописно и веревка оборвана и веревка оборвана как-то будем сейчас спускаться а там а мы вот отсюда что ли пришли смотри получается вот мы видим мы шли оттуда и вот там указатели туда стали подниматься и получается кружок сделали и спускаемся обратно а мы хотели пойти до Кабаньево озеро мы не знаем мы не увидели никаких троп никаких указателей до Кабаньево озеро как пройти вообще не знаю может мы изначально не на ту тропу зашли не можем понять сейчас хотим опять пойти туда и возможно по вот этому ущелью оно такое плавное куда-то подъем есть наверх ну мы не нашли в общем маршрута нужного нам опять дошли до этого столика в тот раз мы вот туда вверх пошли на гору вот так сейчас думаем вот так пойти мне кажется может еще тропа по вот этому хребту есть туда плавно наверх поднимается здесь как будто тоже натоптано не поймем сейчас хотя бы немного здесь пройдем посмотрим мне здесь бурелом дальше никак никуда но не здесь я не знаю куда не видно следов цивилизации просто трава повалена и вот здесь все и заканчивается ну может быть хотим вернуться и наверх на подъемники подняться и опять там пойти ну возможно что вот та такая совсем дикая тропа куда я пытался пройти но там с детьми просто не пройти там вот надо через такую речку какой-то овраг перелазить деревья поваленные не знаю вариантов не видно или дойдем до следующего еще столика в интернете посмотрел там похоже мы просто не на ту тропу пошли похоже надо на вот этот хребет как-то подниматься потому что там на фотографиях и указатель другой мы такого не видели и тропа там начинается широкая грунтовая такую мы тоже не видели то есть мы сегодня сразу две тропы пройдем здесь мы по кругу прошли это вот то что мы на карте видели идем обратно к лесной сказке ну похоже мы не на ту тропу пошли мы пошли на тропу лесная карусель надо было видимо вот сюда да вот на фотографиях в интернете вот эта дорога выглядит надо было вот сюда ну в общем мы прошли получается вот как бы я думал что выйдем на вот этот гребень но мы так и не вышли мы идем опять вдоль какой-то речки здесь по такому маленькому ущелью там поднялись здесь крутые подъемы были у меня место закончилось я все это время копировал на SD карту и решили вот здесь туда идти дальше но мы не уверены что мы правильно идем еще тут направо поворачивает куда-то туда в общем не знаю сейчас посмотрим куда мы выйдем в итоге почему-то мне кажется что нам надо было вот на вот этот гребень все-таки подняться не знаю хватит батарейки батарейка садится и место заканчивается постоянно вот это поход карабкаемся тут это вам не сестрорецкое болото об сосну руку измазал все в этом теперь в сомале все липкое пошли на вершинку здесь хребта маленького вот она не знаю правильно идем неправильно слева речка справа тоже овраг мне казалось что наверное надо вот все таки по тому хребту как-то идти а тут куда мы пришли непонятно но тропа есть и непонятно там все обозначения на указатель было написано медвежье озеро нам вроде надо к кабаньему озеру идти иди тут не упади в общем двигаемся вперед опять через лес идем ну тропа хорошая протоптанная теперь вышли вот полянку но это не гребень не верх лес в елке возможно здесь через елку . давай карабкайся тут такой лес еловый мощный вот здесь наверно в темноте страшно да но здесь так мрачен где-то тут серый волк как серег то также идем пришли оттуда очень крутой подъем скользко есть какие-то следы то ли кабанов то ли каких-то козлов горных копыта ну да вроде выходной день но вот здесь выглядит что мы действительно идем правильно на гребень поднимаются то есть вот гребень идет здесь выход через лес туда такое поваленное приходится его переползать и дальше тропа идет мы почти наверху хребта пришли оттуда здесь идем по тропе батарейка садится на камере не знаю сколько еще смогу снимать виды потрясающие надо я так понимаю по корягам вверх ползти до вершины хребта тут мощная ель такая вековая куда-то мы из лесу вышли вот тут тропа видно и туда дальше идет наверх вон 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 видно туда вот здесь вершина какого-то хребта небольшого а а тут пришли из тех елок тут прошли здесь как бы примятая трава есть но какой-то ярко выраженной тропы не видно но там валялись как бы следы человеческой жизнедеятельности поэтому кто-то тут ходил сейчас я сюда пройду посмотрю тут можно куда-то дальше пройти я не вижу не знаю куда-то мы не туда зашли видимо обратно наверно лучше идти это досюда дошли и не знаем куда дальше идти потому что явно тропы не видно тропа куда-то исчезла по логике надо вот как-то на гребень и вот видимо вот туда вот так спускаться потому что видимо где-то мы недалеко тут 4g ловит но просто рискованно солнце сядет будет темно холодно просто напросто сейчас мы обратно пойдем сейчас устроим привал тут перекусим еще бабочки летают в конце октября устроим привал покушаем и наверное той же дорогой пойдем обратно потому что наверное не совсем туда мы идем хотя там явно была тропа и она как-то вот после елок закончилась никаких указателей ничего нет надо идти обратно значит не везде хорошая навигация здесь сделано где-то где-то прям хорошо указатели где-то вообще ничего нет просто дикая тропа но мы не смогли найти дорогу до кабань его озера я подозреваю что мы опять там самого начала не туда пошли в общем спускаемся обратно мы по такой траве идем высокой есть подозрение что вот возможно туда куда-то тропа через елки и наверх выходит потому что оттуда слышно музыка 4g ловит то есть я думаю что это верхняя точка ой карагай она вот как раз там и там на хребте похоже такие деревья вот там где две скамейки так стоят как будто там где-то но мы не нашли очень рискованно туда идти уже солнце садится надо выходить на обратную тропу просто-напросто обратно и сюда карабкаемся теперь вниз я не знаю я не знаю возможно это а мы стали сюда наверх карабкается но уже слишком поздно мы уже устали и наверняка не знаем поэтому экспериментировать не будем солнце уже садится просто идем обратно по той же тропе по которой пришли сюда тут такое живописное место ручей как типа с водопадиком и тяжелый спуск такой сосны дальше уже не будет сложных переходов подъемов вот здесь нам знающие люди сказали что надо начинать также по этой же тропе только не туда идти вдоль ручья через березовую рощу резко вверх на гребень подниматься там будет беседка она слева останется и там дальше так и идти по гребню вверх туда по гребню но я так и думал и там вот так вот так и выйдешь в ой карагай флаг казахстана